МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации Телерадо компании Гомелю, студия працуя Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. Эпидситуация урагиёня, опошней известки от областного центра ЕН эпидемиологии и громадского здоровья. Полевые клопоты. Сельско-господарчие предприемства Гомельской области рыхтуются до сяубы кукурузы. 25 огученных питанья у сёння на звонки Жихаро региона отказывала керавник справ Абл-Ваканкама Алена Клешковская. Место протягнения талиновитых людей. Центр инклюзивной культуры у Гомеле сёння святкует в своё трогодзе. А зараз об этом инжим больше потрапязна. Почнём выпуск с темы, якая зараз хвалюе многих. Вядома, что уголовная небеспека любой респираторной вирусной инфекции у тым лику коронавируса заявляется ускладнению в выгляде пневмонии. Вирусные пневмонии мают сезонную перевагу, шоссе за всё у осенне-зимовый период. Захворывание пневмониями характеризуется поступовым нарастанием с початку в осени, максимумом у соковика и плывным снижением до лета. При этом захворывание пневмониями отстоят в острых респираторных вирусных инфекций, прикладно на один месяц. Не глядяши на сегодняшний остановище, якость лечения пневмонии у Гомельской области на высоком узронии. Медики заполнивают, что ситуация находится под контролем. За прошлый год у нас было 3291 пневмонии. В этом же году у нас пока на сегодняшний день 2301 за первый квартал. Это если сравнивать поквартально. То есть у нас пневмонии на сегодняшний день по сравнению с прошлым годом гораздо меньше. Ходят слухи, что больницы забиты, там по 500 человек, ничего подобного. На сегодня вот в области последняя статистика 494 пневмонии во всей области Гомельской. В больницах лежат пациенты контактные, то есть работает санитарная служба. Это предохраняет нас же с вами, стараются оградить от дальнейших контактов. Поэтому как истинных вниманий их гораздо меньше. Специалисты нагадывают усим, выполнять меры безопасности и не подаваться панице. Меж тем поступила информация, тест на РНК коронавируса выкладчика Мазырского Державного Педагогического Университета показал отмолный выник. Медицинскими работниками было проведено обследование пациента города Мазыра, который ранее был шпитализованный с подозрением на COVID-19. Был отриманный отмолный выник. Это значит, заражение коронавирусной инфекцией не выявлено. Огульный стан пациента задовольняющий. Бодайкожная сфера зараз переживает тяжкие часы, как по заклику медиков меньше контактовать, так скажем, с внешним светом. Многие люди больше часу проводятся дома, мкнутся обыходить в громадские места, кафе, рестораны, кинотеатры. Галина послух и громадское харчевание терпят страты. Причины закономерные и зрозумелые. Какие решения доводятся принимать керавникам у новой ситуации – сюжет Марины Джалой. Хлеба и видовищ. Так оценивал пожадания римлян поэт Сатырк Ювенал. Цитата, которая стала применяться повсюду, актуальна и до нашего часа. Человеку нужно быть сытым, иметь мягчимость культурно отпочить. Сейчас за несприяльной эпидемиологической обстановкой у людей закликают от обычного баулення вольного часа отмолиться. Берякши свое здоровье, это в тем лику не наведывать людные места. Например, кинотеатры. Хотя фильмы и тут протягивают демонстровать, но принимают необходимые меры для дистанцирования глядача. Кинотеатры у нас не закрываются, кинотеатры у нас работают. Но, в общем-то, как и наши коллеги в других областях, мы были вынуждены переформатировать немножко нашу работу для того, чтобы минимизировать возможные экономические потери от сложившейся ситуации. Поэтому, возможно, от каких-то сеансов нам приходится отказаться в какие-то периоды времени. Возможно, конечно, какие-то иные вещи нам приходится делать, которые не видны нашему зрителю. Гомельские рестораны и кафе так само открытое. Можно выбирать любой день и столик. Коли такое было? А зараз это наша реальность. Люди не только застерегаются наведывать людные места, лей просто экономить. И хотя многие объекты громадского охаршевания, кошта на свои стравы покинули на раннейшем узровне, широк товара в крамах за рост курса доллара подорожал. Тем временем, владельники бизнесу выносят свои пропоновы по оптимизации працы в сегодняшних умовах. Надо рассматривать вопрос со стоимостью арендных платежей, потому что применяются коэффициенты. И вот сейчас вот ведем переговоры, чтобы эти коэффициенты как-то снижать. С оплатами коммунальных услуг за электроэнергию присутствует такое понятие, как валютная составляющая. Тоже надо рассматривать этот вопрос, чтобы как-то снижать. Потому что реально сейчас всем тяжело. Я понимаю, что сфера услуги, в частности общественное питание, оно оказалось на острие вот этого копья, который сейчас вклинивается в наше общество. И, наверное, мы первыми ощутили трудность. Я так думаю, что мы первые, но мы не последние. Поэтому надо, чтобы и правительство поддерживало. Ваши коллеги, ну, такое же примерно мысль? Да, в пятницу проводилось совещание в облсполконе. Присутствовали представители большинства предприятий общественного питания. В общем-то, было проработано как бы письмо. Сейчас вот мы его, наверное, будем отправлять в официальные органы о том, какие трудности испытывает малый и средний бизнес. В частности, еще раз повторяю, сфера общественного питания. Ну, а уже как, какие будут приняты к этому меру, не знаю. Посмотрим. Поколь керовники выращают масштабные задачи, каждому из нас треба клопотиться об уластном здоровье и беспеции своих близких. Памятайте про антисептики, мыть руки, выкористание масок и необходимость больше времени проводить дома. Марина Джала, Игорь Марышенко, Телерадио, компания «Гомель». Министерство спорта и туризма в Беларуси рекомендует до 20-го красавика припынить проведение спортивных мероприемств с уделом детей и подлетков. Спортивные установы Гомельской области протягивают функционовать в штатном режиме. На тренировке дорожная рекомендация не расповсюдживается. В связи с пандемией коронавируса детей и подлетков на занятках в детях и юнацких спортивных школах стало меньше. Однако они проходят по плане. Что тышится санитарно-эпидемичных мероприемств, то все установы строго выполняют необходимые потребования. В школах, согласно нормативным документам Минздрава, усилен эпидемиционный контроль, усилен пропускной режим, усилены меры профилактики. Ну и, конечно, разъяснения, прежде всего, с тренерским, со штабом, с техническим персоналом. Но вместе с тем у нас наши школы сейчас не закрыты. Учебный процесс продолжается. Объява карантина и закрытие межа по всем свете застала многих гомельских атлетов на международных сборах. Боксеры ТИИ в Оголе примали уделы в лицензийном турнире в Лондоне. На данный момент все атлеты вернулись в Беларусь. По приезде обовязковый двухтыдневый карантин. В конце 40 века было принято решение о переносе летних олимпийских гульня в Токио на 2021 год. Головные старты 4-х годов начнутся 23 липня. У гомельских атлетов серьезные медальные планы. Перенос унес коррективу подрыхтовочный процесс. В спорте это циклы. И все тренеры, выдающиеся тренеры, выводили спортсменов именно на 20-20. Вывести спортсмена на 20-21 будет сложнее, но все находятся в равных условиях, поэтому будем сражаться. Правильно плановать подрыхтовку, перешкоджая и невызнашенность. Международные турниры у Тымлику лицензийные перенесены. И докладные даты проведения невядомые. Тем не меньше все выполнено глядять убудушению и адмидальных планов никто не отмывляется. Сельско-господарческие предприятия в Гомельской области рыхтуются до сяубы кукурузы. Как ждут работы, в регионе начнутся в первой половине наступного тыдня. По информации обл.сель Гасхарша, зараз господарки в области полностью запрещены палевом и техникой. У Тымлику новой. Что тышится планов этого года, то все лето будут поверечены посевы яшменю. Боя самая великая проблема на сегодняшний день – односно невеликая колькость в Вильгате у Глебе, что потребует проведение работы максимально степлые термины. Сев ранних зерновых зернобобовых культур практически завершен область. Активно ведутся работы по подготовке почвы под кукурузу. При температуре 8-10 градусов прогрева почвы начнем сеять кукурузу. На Гомельшине протягивается проведение субботних промых телефонных линий. Сегодня на пытание грамотян отказывала керавник справ Абл-Ваконкама Олена Клешковская. В первом квартале этого года на субботние телефоны линии гомельского Абл-Ваконкама поступило 225 зворотов. А маль полова с них тышилась работа жилево-коммунального господарки, ремонту и эксплуатации жилевого фонда, оплаты коммунальных послуг. Сярут инших огушенных проблем, доброупорядкование дворовых территорий, работа гандлевых организаций и ремонт дорог. Сярут 25-ти пытаний, которые были зададены сегодня, к этой теме были огучены так само. Пытания, выращения которых под работ часы, взятые на контроль, некоторые выращены непосредственно под час проведения промой телефонной линии. В приватности таким чином адреговали на просьбу члену садоводницкого товарыства в Добрыжском районе, которые поскарделися на дренний стан подъездной дороги. В проведении сельхозработ техникой была испорчена их дорога при подъезде к дачному кооперативу. Мы срочно связались прямо сейчас с Добрыжским райисполкомом для того, чтобы эту дорогу прогридировали, привели в порядок, чтобы была возможность в это время пенсионерам подъезжать на легковых автомобилях, автолавки, пожарным машинам. И я думаю, что буквально в ближайшее время мы эту проблему исправим. Сегодня в Беларуси завершилась агульно-республиканская акция «Ты день лесу». Все лето ей просвятили 75-ти годью Великой Перамоги и Году Малой Радимы. Унести в свой кладу в зеленый фонд нашей краины мог любые жидаютши. На Гомельшине завершением акции можно лишить посадку дреу скверы имя брата Лизюковых. В областном центре их имя названа «Одна з вулиц», а лето сего Гомеля открыли помник знакомитым землякам. Непосредно сквер на территории Макеевского вопытного лесництва был закладен 5 годов тому, подчас святкования 70-ти годы Перамоги. За минулый час высветлилось, что не все древы прожилися. Сегодня их заменили на новые. Вогули за час проведения акции «Ты день лесу» у тем же Макеевским вопытным лесництве насаджение одновили на 40 гектарах, як и продуглеживалось с початком. При этом рослины, які з'являются нетыпичными для нашого региона, не використовували. У тем же скверы братов лезяковых высадили клёны, які не дренне растуть на пяшчаных глебах. Посадки весенние. Закончили, сейчас занимаемся дополнениями лесных культур. За экзотикой мы действительно не рвемся. Мы именно высаживаем те породы, которые у нас произрастают. Сосна, береза, клен, дуб. Есть у нас на территории лесхоза питомник. В принципе, нам хватает нашего посадочного материала именно с нашего питомника. У ГДУ Мяфранциска Скарины открываются три новые специальности. Так, например, факультет математики и технологии программирования пропонуя абитуриентам специальность прикладная информатика со специализацией мультимедийной системы и интернет-программирования. Ей выпускники будут працовать проектировщиками информационных систем, менеджерами программных проектов и керавниками проектов по распроцовцу программного забеспечения. На историческом факультете обвешен первый набор на специальность лингвистичное забеспечение межкультурных коммуникаций. Выпускники отримают квалификацию специалист по межкультурных коммуникациях, перокладчик-референт, английская и немецкая мовы. Они смогут свободно вести диалог с замежными партнерами и представлять интересы отшинного бизнеса на международном рынке. Филологичный факультет запрашивает на специальность «Русская мова и литература – замежная мова». И он будет выпускать педагогов, которые уровные ступени володуют национальной и замежной мовой. Для того, чтобы открыть специальность, уходит время больше года. Для этого нужно проанализировать рынки труда, собрать заказы от предприятий, предполагаемых заказчиков кадров, определить организации для проведения практик, учебных, производственных практик. То есть составить вот такой примерный план распределения, опять же, где-то на ближайшие 5-7 лет, даже до 10 лет. И только после этого уже принимается решение, готовится определенный пакет документов. Дарышу ВНУ в першине управила дистанционное размеркование студентов. С початку на факультетах им индивидуально пропоновали варианты працевладкования. Потом деканы факультету проставили усю информацию ректору и обмерковали спрочные ситуации. А кроме того, в университете перонесли занятки на больше поздний час и отменили лекции на великих потоках. В остатнем ВНУ працует в штатном режиме. Экологичный, стильный, экономичный. Уже тыдень у Гомеля курсирует новый гибридный автобус по маршруте вокзал «Заходний». Для руху транспортных сродок, выкористовая электричность, в первые дни курсирования автобуса показали, что ее на 25% больше экономичный, напалево, чем дизельный и вырабляя меньше выкида у поветра. У автобуса продуглежены пандусы, широкие дверы, что вельми зрушено для инвалидов-колясочников. Отсутность коловых арок и тумба уробит салон вельми просторным, а низкую посадку оценили пожилые пассажиры и дорослые с маленькими детьми. Водитель транспортного сродка так само означает комфортность кабины и пульту кирования. Первое впечатление непривычное, так как новый автобус, совсем, так скажем, гибрид. Суть в том, что здесь присутствует дизельный двигатель с генератором, который заряжает батареи. Когда зарядил, он отключается, а движение осуществляется на электрическом ходу. Кажется, что как будто бы уже, но когда заходишь в салон, чувствуется простор в салоне. В аутобусе продуглежено 29 сидящих и 60 стоящих мест и одно место для инвалида-колясочника. Гибрид будут тестировать на протягу трех месяцев и потом примут решение объяга на быти для города. Место протягнения талиновитых людей с инвалидностью и без. Центр инклюзивной культуры Гомеля сегодня святкует свое трехгодзе. Это место уникальное не только для нашего региона, но и для всей страны. Весной 2017 года Дум культуры Випра перетворился в филиал ГЦК, который сфокусировался на теме инклюзии. Зараз тут працуют 25 коллективов, у которых займается около 500 человек. 20% из них лику – люди с инвалидностью. Три годы тому все начиналось с жестовой песни, театра для людей с порушениями слыху и некоторых хореографичных коллективов. Сегодня до них дадалися студии, малевания и керамики, театр малых формов для пенсионеров, робототехника и киношкола «Киноинклюзиу». Одным из започных проектов стало открытие каворкинга для людей с инвалидностью, где специалисты допомагают в створении социальных и творческих, а так само бизнес-идеи. Центр спробует себе в новых напрямках – онлайн-занятках и интернет-флешмобах. Центр инклюзивной культуры открыл много новых возможностей для себя. Сегодня у нас уже 25 коллективов, и мы продолжаем расти. Несмотря на то, что сейчас многое переходит в онлайн, мы в этом деле преуспеваем, как мне кажется, потому что те же онлайн-занятия, вебинары, семинары мы проводим сейчас в удаленном доступе. Наши педагоги также подключаются к нам, делаем различные флешмобы. Я надеюсь, что 4 апреля к нам присоединяться и сделаем такие интересные моменты, когда мы сможем отметить свой день рождения, но все-таки удаленно, и люди будут поздравлять. Мы будем высылать, опубликовывать новые видеоработы с концертных программ, с конкурсных мероприятий. За три годы шмат было сделано для створения комфортного сяродия для людей с инвалидностью. Благодаря поддержке в области и города, когда в доме появился пандус, проведенный ремонт дом и помешканья. Только за 2019 год увели эксплуатацию 5 аудиторий. Ремонтные работы протягиваются и все лета. Талиновитый мастак и наставник Жихар Калинковичев, Ригор Сафронов до ее годы занимается мастатством и научанием детей. Его картины находятся в приватных коллекциях, а выпускники отримали популярность во многих краинах света. С творчим педагогом сострелся Дмитрий Котов. У Ригора Сафронова свой уникальный творчий поширк. Его манеру письма досыть складано вызначить. Мастакоурованные меры близкие кубизм, импрессионизм и сюрреализм. Вот, например, картина «Рождение художника» – это сюрреализм. Я попытался рассказать вот через предметы, рассказать само чувство рождения художника. После того, как Ригор Сафронов реализовался бил якости мастака, и он сразумел, что важно так само поделиться своим мастерством с иншими. Бо любому творчему дитяте потребен досвеченный советник, який будет допомагать развивать его сдольности и мастацкий густ. Таким советником и стал Ригор Сафронов для калинковицких детей. Изначально я рисовала с самого детства. Это было что-то вроде простого увлечения. Но потом это заметили мои родители и решили это как-то более официально оформить и отправили меня в художественную школу. Я этим занималась, у меня не было каких-то серьезных мыслей, но когда появился Григорий Данилович, он стал каким-то моим вдохновляющим моментом и как бы подтолкнул меня заниматься в дальнейшем сфере дизайна. У Калинковицкин центры народной творчести Ригор Сафронов створил студию «Каляровые оловки». Назва была обрана не выпадкова. Задача стояла – подтримать национальную культуру. Вот уже долгие годы студия выявленческого мастацства допомагает раскрыть мясцовые талинты. До речи, за час ее иснования больше за сотню выпускников связали свое житие с мастацкой творчеством. Здесь мы находимся в студии образцовой изо-студии «Каляровые оловки». В данный момент здесь занимается младшая группа студии «Вдохновение» во главе со Светланой Михайловной. Ребята, которые заканчивают эту изо-студию, подрастая, приходят в образцовую изо-студию «Каляровки» уже старше, после 13 лет. И мы продолжаем с ними занятия, готовимся к поступлению в вузы по художественному профилю, дизайнеры, педагогические вузы и так далее. Многие поступают, но большинство, конечно, остается в душе художника и выбирают многие другие профессии, но это остается навсегда. Ригор Сафронов разом со своими вучнями постоянно организовывая разные выставы на территории Гомельской области. Как суместный наставник вучень, так и ауторский особных наученцев. Здесь представлены работы образцовой моей ученицы, ученицы образцовой изо-студии «Каляровой ловки» Бобрович Дарьи. В основном это графические работы, которыми она будет поступать в институт в Витебске. Она будет дизайнером. Долгие годы Ригор Сафронов умело сумешал в себе две выявы, мастака и наставника. И в некий момент начал задаваться вопросом, кто же он все-таки по призначению. До глубины боли в душе хочется идти пописать, но ты понимаешь, что есть новое поколение, те же Полина, та же Даша, которые тоже хотят научиться и которым я могу отдать. Мне когда-то некому было это рассказать. И это тяжело, когда приходилось учиться, как я рассказывал про Сурикова, учиться по книгам, которые я скупал, даже студентам, может быть, даже недоедало покупал книги. Сейчас можно зайти в компьютер, мы работаем с интернетом, мы заходим сразу же в какие-то соцсети, загугливаем в интернете, ну, и сейчас свободнее все. А тогда надо было купить книгу и на ней смотреть, учиться. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Калинковицкий район. Это и другие новинные информации о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvgomel.by. На этом выпуске завершено. Всего доброго и до встречи в эфире.